Уважаемые коллеги, давайте начинать. Мне очень приятно вас приветствовать на нашей очередной дискуссии. В этот раз она посвящена выходу книги, которая для всех здесь для вас представлена. Книга называется «Выйти из промежуточного положения». И фактически главная тема здесь во взаимодействии между Западом и Востоком, между Россией и Европой с точки зрения сотрудничества в так называемых промежуточных странах, в странах, которые выстраивают взаимодействие и с Россией, и с Европейским Союзом. И на наш взгляд эта тема чрезвычайно важная, решение которой, от развития которой во многом зависит, в том числе и будущее отношений между Россией и ЕС и возможности выстраивания отношений не только в политической, но и в экономической плоскости с точки зрения форматов не только Россия и ЕС, но и Евразийский экономический союз и Европейский союз. В числе сегодняшних спикеров соавторы книги, в том числе справа от меня Сумиол Чарап, старший научный сотрудник исследовательской корпорации РЕНД. Немного позже к нам присоединится Юлия Александровна Никитина, доцент кафедры мировых политических процессов, научный сотрудник Центра постсоветских исследований МГИМО, и по видеосвязи с нами сегодня, я очень рад, участвует Александр Максович Искандерян, директор Института Кавказа. Прежде чем я вкратце обозначу экономическую составляющую обсуждаемой проблемы, взаимодействие, перспективы взаимодействия и сотрудничества Европейского союза, Евразийского экономического союза в обсуждаемых странах региона, Наверное, вкратце хотелось бы обозначить тот спектр проблем, достаточно широкий спектр проблем и задач, которые исследователи в рамках этой книги пытались обсудить, исследовать. Здесь, как я уже сказал, есть и экономические вопросы взаимодействия, потенциал взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза, но также есть и более долгосрочные темы, связанные с выстраиванием взаимоотношений в политической плоскости и путей постепенного накопления доверия между Западом и Востоком, между Россией и Европейским союзом. Также достаточно важный аспект в рамках книги – это ретроспективный взгляд на отношения между Россией и Европой и попытка выявить те уроки, которые можно извлечь из опыта предыдущих десятилетий взаимоотношений. Ну и, конечно, особое внимание в рамках книги придается фактору региональной интеграции как средству не только решения текущих краткосрочных задач, но и решения более долгосрочных проблем и нейтрализации возможных конфликтов и противоречий в регионе. Я бы хотел сейчас вкратце начать с некоторого обзора экономической части этой книги и взаимоотношений путей, скажем так, выстраивания взаимоотношений между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Как известно, на данный момент эти отношения пока не носят, скажем так, полноценного характера, нет полномасштабного сотрудничества со стороны Европейского союза по отношению к Евразийскому экономическому союзу, хотя действительно можно сказать, что динамика здесь позитивна и постепенно мы видим признаки интенсификации диалога между этими двумя экономическими блоками. Каким образом можно было бы попытаться способствовать дальнейшему развитию этого диалога между этими региональными интеграционными группировками? С нашей точки зрения, из тех рекомендаций, которые мы предлагаем в этой сфере, одна заключается в том, чтобы попытаться активизировать сотрудничество между институтами развития, между банками развития в регионе. В этом плане можно говорить о Евразийском банке развития с евразийской стороны и Европейском банке реконструкции развития, Европейском инвестиционном банке и других европейских институтах развития, которые могли бы сотрудничать со своими евразийскими визави в регионе. Второй аспект связан с, конечно же, налаживанием прямого сотрудничества, прямого диалога между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. На первых стадиях, возможно, это могут быть такие консультации, связанные с мониторингом экономических процессов в регионе, обмен информацией, которая в дальнейшем может перерастать уже в более предметные направления сотрудничества. И среди тех форматов, которые с течением времени могли бы быть целесообразными, с нашей точки зрения, это форматы, которые предполагают, скажем, трехсторонние группы, которые могли бы вовлекать и представители Европейского союза, и Евразийского экономического союза, и тех промежуточных стран, о которых мы пишем. Такого рода обсуждения в рамках этой группы могут рассматривать проблемы, связанные с выстраиванием договоренности о либерализации торговли, о либерализации инвестиционного режима и тех эффектов, которые заключение соглашения с одной стороны может иметь на другую сторону. С нашей точки зрения достаточно важно посмотреть здесь на возможную роль Всемирной торговой организации. В определенной степени эта роль уже так или иначе выполняется этой организацией, но мы считаем, что она должна быть усилена. Здесь определенным препятствием является то, что некоторые страны, о которых мы пишем, не являются членами Всемирной торговой организации. В частности, Азербайджан пока не является членом ВТО. То же самое можно сказать о Белоруссии и Сербии. С течением времени эти, по мере того, как эти вопросы будут решаться, наверное, в том числе и с помощью Европейского союза, Евразийского экономического союза, можно будет говорить о более активной роли, которую может играть ВТО в плане того, чтобы опосредовать вот такое взаимодействие между региональными блоками и, может быть, тоже выступать одной из сторон посредником в рамках трехсторонних комиссий, трехсторонних групп, которые обсуждают сотрудничество в регионе. Ну и в целом, как одно из направлений с точки зрения экономической интеграции, мы считаем, что чем более насыщен регион региональными двусторонними соглашениями о либерализации торговли и инвестиций, тем больше возможностей для компромисса, тем больше возможностей для того, чтобы выстраивать различные форматы сотрудничества, в которые вовлекаются и Евразийский экономический союз, и Европейский союз. Вот это, наверное, три ключевых направления, какие-то более, наверное, прагматичные, связанные с институтами развития, какие-то более долгосрочные, ориентированные на то, что с течением времени, по мере того, как будет усиливаться доверие, улучшаться внешний фон, будут улучшаться и возможности для выстраивания прямого диалога между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Еще раз подчеркну, наверное, ключевой тезис этой книги и, наверное, ключевая причина, почему эта книга вообще появилась на свет, заключается в том, что фактор вот этих промежуточных стран, он очень важен с точки зрения вот этой более общей целостной картины того, каким образом сотрудничают и выстраивают взаимодействия два ключевых региональных блока, Евразийский экономический союз и Европейский союз. Теперь вот перейдем, наверное, к следующим спикерам и к вопросам относительно того, каким образом нам надо выстраивать это доверие, каким образом привести к этой ситуации, когда прямой диалог станет более возможным. Я теперь передаю тогда слово господину Чарапу. Пожалуйста, Сэм. Спасибо, Ярослав, и спасибо, Валдая, за возможность эту книгу представить здесь, в Москве. Если коротко суммировать то, что Ярослав сказал по поводу отправных точек данного проекта, то, с одной стороны, понимание того, что уже игра, которая касается этого региона, не только является игрой с нулевой суммой, а с отрицательной суммой. И, во-вторых, что нынешние подходы, нынешняя политика всех сторон по отношению к этой проблематике, если коротко говорить, привела нас всех в тупик. И если мы о этих серединных странах, как мы термин «in between states» перевели. И тоже, наверное, третий момент, это то, что мы не видели внятную альтернативную политику и хотели, по крайней мере, на экспертном уровне попытаться найти такую альтернативу. В самом проекте участвуют представители и России, США, Евросоюза, и самых серединных стран. И сам проект продолжается. Это первая публикация, она будет еще. И сам круг экспертов, которые участвуют, тоже расширился. Так что продолжение следует. Часть данной книги, вторая, с автором, которым являюсь я, в основном это предложение о том, как выйти из нынешней ситуации. И наше предложение состоит из пяти пунктов. Я сейчас эти пункты буду описать. И мы можем в вопросах-ответах тоже касаться второй части данной данной главы это как бы предварительный ответ на предполагаемые критики данного предложения. Потому что мы уже даже до публикации услышали очень много критики и придумали ответы на них как бы подготовили оборону предварительно. Но и там тоже интересные и оригинальные данные по поводу общественного общественного мнения социального порядка они отдельных кризисов его кризисов или отдельных моментов связанных с вопросом безопасности в каком-то субрегионе или отдельной стране. Были такие попытки до начала украинского кризиса 2014 года, но они конечно все провалились и мы обратили внимание на то, что тут есть такое отношение между инклюзивностью и эффективностью. То есть когда переговорный формат более инклюзивный, он оказывается наименее эффективным. По крайней мере история так показывает. так что мы предлагаем начинать с более узким кругом и постепенно этот круг расширить. То есть сначала это 3 плюс 1 Россия, США, Евросоюз плюс действующий председатель ОБСЕ, который представляет весь регион и может налаживать связь между этой основной группой и всеми странами региона. Конечно, никакое соглашение не может быть дипломентировано без согласия тех стран, которые оно касается. И каждая страна имеет суверенное право либо опровергнуть, либо принять предложения, которые выйдут из этого процесса. Но тут важно как начинать. И мы предлагаем именно этот 3 плюс 1 формат как первый шаг, который постепенно потом может расшириться и включать в себя все страны, которые будут затронуты каким-то соглашением. второй шаг это найти какие-то то, называется в политологической науке costly signals, то есть сигналы, которые стоят правительством дорого в своем, особенно в внутренней среде, чтобы показать, что они всерьез относятся к данному процессу. И мы там у нас есть несколько идей на этот счет, чтобы показать, что это особенно публикам другой стороны, что все стороны переговоров относятся к этому процессу всерьез и настроены на результат. Третий шаг, который мы предлагаем, это согласовывать принципы, чтобы об этих переговорах по поводу оригинального порядка. И у нас тут общие принципы в книге представлены, и я их коротко опишу. Это во-первых многосторонная экономическая интеграция, Ярослав затронул эту тему, общий принцип о том, что экономические интеграционные парадигмы в регионе должны быть взаимоприемлемы, они взаимно исключающие. Второй момент, это многосторонные гарантии безопасности которые могут быть квалифицированы или конкретизированы конкретными мерами повышения безопасности и уверенности, то есть confidence and security building measures типа предложение об сокращении количества войск в чувствительных регионах и так далее. Третий момент, это взаимное признание нынешнего статус-кво, что касается членства в существующих институтах, то есть это значит для всех сторон признать и не мешать тем институтам, которые существуют и их нынешний состав. На Западе конечно очень много опасений по поводу намерения России в этом плане и я знаю, что в России такие же опасения по поводу намерения Запада в плане признания тех институтов, в которые Россия участвует или продвигает. И этот принцип состоит в том, чтобы все стороны перестали пытаться делегиматизировать институты не свои и не способствовать или приветствовать выходы из этих институтов другого лагеря, скажем так. Четвертый момент это взаимный обязательство по поводу консултации и возможного взаимного соглашения по поводу изменения в региональном порядке, то есть отказ от односторонних попыток изменить статус-кво. И последний пункт это обязательство по поводу статус нейтральных механизмов, чтобы улучшить положение в конфликтных зонах региона в плане гуманитарной и экономической и уменьшить гуманитарно-экономические издержки тех конфликтов, которые уже существуют в статус-нейтральном ключе, то есть чтобы ни одна из сторон почувствовала, чтобы их ее красные линии могут быть затронуты такими мирами. Конечно, это общий принципы, которые могут быть разными для разных государств или для разных вопросов региона, но мы предлагаем, что такие принципы могли бы построить такой региональный порядок, который значительно был бы лучше для всех, чем нынешний. Если вернуться к шагам, четвертый мы предлагаем вырабатывать пакет стимулов для срединных стран, чтобы им этот новый формат, новый региональный порядок был бы интересен и выгоден. И, наконец, чтобы все стороны переговоров согласились с этим выработанным соглашением и начали имплементацию пошагово, то есть это не все сразу, а чтобы быть уверены в намерениях друг друга, чтобы пошагово была фазовая имплементация, так сказать. И вот эти пять шагов это как бы основная часть нашей главы и я потом буду рад ответить на любые вопросы в этой связи. Прекрасно, спасибо большое, Сэм. Я думаю, что эти аспекты мы еще достаточно активно будем обсуждать вот уже фазе дискуссии, но сейчас я хотел бы передать слово Юлии Никитинову, которая отдельная глава в рамках книги, посвященная в том числе роли региональной интеграции в активизации диалога между Европой и Россией. Пожалуйста, Юлия. Спасибо. Спасибо, Юрослав. Действительно, я в своей главе предлагаю концепцию кооперативного трансрегионализма, как один из способов улучшить отношения между великими державами и организациями в регионе. Мне кажется, что нам важно понимать, что кризис между Россией и Западом начался в разное время для сторон этого конфликта политического, потому что для Запада кризис начался в 2014 году, для России кризис начался гораздо раньше, по крайней мере в 1999 году, если не в 1991. И поэтому Россия в состоянии этого кризиса живет уже гораздо дольше, уже привыкла к каким-то аргументам, и может быть немножко даже и устала заново приводить всю свою аргументацию в взаимодействии с Западом, а Запад только-только обрадовался, что можно наконец-то напрямую высказать все свои опасения. И для Запада это кризис региональный, поэтому и книжка у нас называется про региональный порядок, про мировой порядок. И это совершенно два разных кризиса и две разных проблемы. Поэтому те шаги, которые были в рамках данной рабочей группы, они действительно помогают улучшить ситуацию в регионе, но решит ли эта проблема с точки зрения России, когда мы хотим участвовать в создании правил мирового порядка? Это вопрос очень серьезный. И в целом на самом деле решение, как улучшить отношения и на региональном уровне, и на глобальном уровне России были уже высказаны достаточно прямым образом. В рамках Алдайской речи Путина 2014 года был предложен такой вариант, что однополярность плохо, но многополярность тоже плохо на самом деле, потому что консенсуса достичь очень сложно. и всем сложно договориться. И если это многополярность, то тогда нужно все равно обеспечить какие-то правила, которые соблюдались. Заставить великие державы соблюдать правила очень сложно. Поэтому на тот момент был предложен вариант, что мощные региональные организации должны по сути заменить великие державы. Договоренности должны происходить между региональными организациями, а не между великими державами. И потом в 2015 году идея интеграции была озвучена большой евразийский проект. Это то, как раз, что в концептуальном ключе можно назвать кооперативным трансрегионализмом. Собственно, та концепция, которую Россия пытается продвигать, но, наверное, менее активно, чем можно было бы. И вопрос ключевой, связанный с региональными организациями, как им действительно взаимодействовать. Потому что для любых организаций постсоветского пространства очень важно внешнее признание. один из ключевых пунктов. Мы, как правило, хотим с этого начинать взаимодействие. Вы нас сначала признаете, а потом давайте разработаем какую-нибудь стратегию, как нам реально сотрудничать, какие шаги предпринимать. А любые западные организации говорят, а вы нам сначала скажите по поводу чего нам сотрудничать, может нам разговаривать вообще ни о чем. И это напоминает всю известную дилемму утром, деньги, вечером в стуле или наоборот. Мы поэтому собственно получается, что и не можем договориться. И для России и для любых евразийских организаций внешняя легитимация путем признания со стороны западных организаций на самом деле очень важна. И в этом смысле конечно евразийские организации будут на ней настаивать. Но тут нам нужно тоже вспомнить некоторую предысторию взаимодействия в рамках региональных организаций и предысторию отношения России с Западом и в целом все, что происходило на европейском континенте. В чем проблема? В целом наш кризис в отношениях скорее по поводу моделей развития. Какая из моделей развития подойдет для региона? И какую модель развития нужно принять тем самым странам между Евразией и Европейским Союзом Западом в целом? И естественно эти модели различаются. Вопрос в том если какая-то организация допустим Европейский Союз который распространяет свою модель достаточно активной считает себя нормативной силой в международных отношениях как вообще все это работает? Исторически мы знаем что исключение из интеграционных процессов не работает если мы возьмем период между двумя мировыми войнами понятно что исключение ведет к реваншизму и соответственно интеграция наоборот помогает это то что спасло Европу после Второй мировой войны это та стратегия которая была выбрана но мы видим что на современном этапе в общем-то западнее стремится использовать эту стратегию интеграции и в целом интеграция скорее воспринимается как награда за что-то за какие-то реформы за некий процесс демократизации то есть сейчас уже на современном этапе если кому-то предлагается интегрироваться то в обмен на какие-то шаги у России несколько другой подход в целом мы считаем что интеграция это начало процесса сначала мы кого-нибудь включаем а потом все вместе дружно пытаемся повысить конкурентоспособность в мировой экономике вот два таких подхода которые тоже нужно каким-то образом примирить и это не всегда просто и естественно у нас различаются подходы к тому в каком порядке собственно строите национальные модели развития региональные модели развития в каком порядке социальная стабильность и процветание а потом демократизация или наоборот к чему у нас это все приводит у нас это приводит к тому что потенциально могла бы быть такая предложена модель как и европейский союз и россия и евразийские организации могли бы друг с другом как-то условно говоря поделить сферы региональной ответственности касающихся именно моделей развития европейский союз и в целом запад предлагает как правило готовые решения которые были опробированы именно на материале тех стран на опыте тех стран которые участвовали в европейской интеграции однако же все таки евразийский регион имеет свою специфику и здесь не все рецепты работают напрямую поэтому нужна некая адаптация и на мой взгляд как раз Россия могла бы выступить таким лидером процессов адаптации и показать в том числе и на своем примере как предложенные рецепты могут работать в нескольких других социальных и политических условиях ну естественно этот подход можно критиковать для этого мы сегодня не собрались для дискуссии но к сожалению в нынешних политических условиях наверное уже была упущена эта возможность в чем суть кооперативного трансрегионализма идея в том чтобы подписать соглашение между региональными организациями о том что мы не будем друг против другу предпринимать никакие действия которые бы ущемляли интересы другой стороны и в целом интеграция интеграции большая Евразия развивается хоть и не так активно мы конечно больше слышим про пояс и путь это более актуализированная тема что все-таки можно было бы предпринять в практическом ключе если мы знаем что западные организации не хотят сначала устанавливать контакты для евразийских организаций это важно можно было бы начать с уровня рабочих групп для того чтобы хотя бы обсудить а если у нас что-то общее а как мы вообще подходим к интеграции и для России и для многих евразийских стран это уже было бы каким-то признаком признания со стороны запада что мы разговариваем напрямую что до этого и НАТО с ОДКБ много лет отказывалось говорить и Европейский союз с Евразийским союзом поэтому тут важен какой-то первый шаг и так чтобы никого не обидеть получается что можно в рамках рабочих групп начать говорить и тогда западные организации получат свой шанс показать ну вот у вас же ничего не работает зачем мы с вами будем говорить а для России или евразийских стран это будет возможность сказать что нет есть о чем говорить вот такие-то такие-то варианты но при этом эти рабочие группы могли бы начать взаимодействия без формального признания то есть в практическом плане вот такой вариант возможно но естественно есть еще много других аспектов которые можно обсудить но в общем ключе хочу отметить что Россия несколько лет предлагает решения связанные именно с либеральным концепцией международных отношений в таком ключе в то время как большая сделка это более реалистский подход и как вы видите что в рамках одной книги разные авторы с разных сторон заходят в процесс регионального сотрудничества ну надеемся что та или иная логика все-таки откликнется у политиков разных государств и что-то да сработает какой-то из наших вариантов спасибо спасибо большое Юлия я сейчас хотел бы передать слово Александру Искандаряну директору Института Кавказа и узнать его точку зрения на те тезисы которые уже прозвучали и может быть его собственные мысли по поводу того как можно было бы улучшать ситуацию в странах региона особенно интересно конечно было бы узнать вашу точку зрения относительно ситуации с Арменией спасибо здравствуйте коллеги здравствуйте все в московской студии вы знаете я попробую выразить свое мнение я тут человек необычный и не потому что я по скайпу а вы сидите в зале а потому что во первых я единственный из говорящих не автор этой книги я смотрю на нее со стороны а во вторых потому что я единственный человек который живет в одной из стран которые вот инбитвин да мне ну по русски трудно правда в книге это называется срединным вы говорите промежуточный ну битвин это между но слова между дунной русском языке нету поэтому переводит трудно но вот странах которые между я именно отсюда и это интересно важно и касается вот меня как просто жителя Армении достаточно серьезно потому что основным полем противоречий и по моему мнению тоже являются вот эти страны которые находятся между западом и Россией я эту книжку прочитал два раза первый раз когда мне свеженькую подарили так сказать из типографии практически авторы а второй раз вчера вот готовлюсь к тому чтобы будем будем здесь разговаривать и прочитав ее второй раз я опять убедился что отвечая на последний вопрос на конец того что говорила доктор Никитина то что говорил Ярослав что ну в общем у меня ощущение довольно грустное довольно грустное не в применении к книге собственно практически под всем что написано в книге я готов подписаться и сам в общем ситуация оценена на мой взгляд довольно разумно я конечно не могу оценивать экономику но то что в рамках моей компетенции в общем да действительно книга строго говоря о том что инклюзивность лучше эксклюзивности о том что изоляционизм приводит к реваршизму там это написано и Юлия это только что успела повторить и о том что вот те противоречия которые есть они отражаются и в том числе на экономике то есть геополитическое противостояние отражается на сюжетах в том числе экономики в экономике и они плохо работают потому что существует политическое противостояние согласен совсем только я не очень вижу по серьезному возможности того каким образом эту ситуацию можно разблокировать мне кажется что малыми шагами какими-то точечными секторальными какими-то усилиями в каких-то отдельных секторах которые существуют я вернусь к этому чуть-чуть попозже если позволите но я не очень вижу как можно регулировать отдельные проблемы не регулируя конструкцию а конструкция такова я не склонен ее называть холодной войной потому что на мой взгляд холодная война это все-таки конкретная вещь это противостояние двух сверхдержав даже более того НАТО и Варшавского договора то что сейчас это не вполне то но во всяком случае если описывать термина нет просто не знаю как назвать но если вот эту холодную войну лаится или региональную холодную войну определить как то что стороны конфликта уже считают ту ситуацию в которой мы находимся нормой то то есть если в 90-х годах и в начале нулевых годов были проблемы и были кризисы и были противостояния но к этим проблемам кризисам и противостояниям и те и другие стороны и та и другая страна относились как к чему-то что можно в принципе преодолеть то с чем можно работать что является кризисом и что можно преодолеть и выйти в нормальную ситуацию в которой есть сотрудничество то сейчас позвольте мне такую вольность мне кажется что может быть в кавычках но то что существует воспринимается как норма ну да вот мы противостоим выхода из этого нет разговор о том как лучше противостоять как лучше доказать как лучше инклюзировать как нормативные и морализаторские нормы приносить политическую реальность а тут мне кажется что выходов довольно мало что трудно выйти из этой ситуации например вы спрашиваете меня вам интересно как это дело обстоит именно по отношению к Армении а я боюсь что Армения сама из этой ситуации выходить не может и думаю что то же самое касается там я не знаю Азербайджана и Грузии и Украины и так далее я думаю что вот эти вот самые страны срединные пусть будет так их объединяет очень мало что они очень разные на самом деле по очень многим параметрам мы привыкли к тому что вот это постсоветские страны на самом деле они отличаются и режимами экономиками с тем насколько они реформированы и как они реформированы и размерами и чем угодно единственное что их ну не единственное может быть но самое важное в данном контексте что их объединяет это то что именно то что они то что они являются полем взаимодействия запада или там Европы и России и что вот это те самые у которых чумы трещат вот там предположим вступление моей страны в Евразийский экономический союз имело политические а не экономические причины выражено политически это вообще было про политику а не про экономику тогда выбирая между Евразийским союзом и ассоциативным соглашением с Евросоюзом Армения выбрала ОДКБ фактически потом это каким-то образом заработало и в экономике тоже не даст Ярослав соврать но это было побочным следствием того выбора который делался в политической сфере и так везде мне кажется что например сравнивать Евросоюз с Евразийским экономическим союзом и совершенно методологически неправильно не потому что один плохой другой хороший а потому что в Евразийском экономическом союзе есть одна страна которая превышает по абсолютно всем параметрам все остальные страны вместе взятые по населению по экономике по я не знаю военному потенциалу потому что она член генеральной ассамблеи он постоянный и так далее и так далее Россия больше нас всех остальных вместе взятых со всеми Казахстанами значит Казахстанами я имею ввиду страны которые относительно крупные да в отличие от моей страны ничего подобного в Евросоюзе нет конечно там есть Германия с ее экономикой но все таки размерность Германии внутри Евросоюза с размерностью России внутри Евросоюза сравнить невозможно просто там также есть Франция там также есть Италия там есть до сих пор пока еще как минимум Великобритания и так далее то есть вот по другому эти союзы скроены у них структура разная поэтому взаимодействие для моей страны оно не может быть сколько-нибудь равнозначным да то как Польша относится к Евросоюзу и Армения относится к Евросоюзу это разные вещи не буду повторяться примерно то же самое в НАТО и ОДКБ хотя в НАТО конечно есть Соединенные Штаты но все равно они другие они по-другому построены соответственно мне кажется что вот возможности для того чтобы была вот эта интеграция интеграции многосторонняя интеграция они не очень большие но я не могу только ругаться я должен сказать что-то хорошее тоже жанр этого требует и опять же могу оттолкнуться от моей страны Армения точнее Карабахский конфликт и все что происходит вокруг него это один из удивительных примеров примеров того как Запад и Россия взаимодействуют в Минской группе ОДКБ три сопредседателя это Франция Соединенные Штаты и Россия и это один из немногих известных форматов в мире в котором при всех существующих противоречиях эти страны и страны взаимодействуют и в общем более или менее глобально имеют одни и те же цели вторым бы я назвал Афганистан просто там тоже сотрудничают Россия и Запад просто в Афганистане нет формализованного формата нет какой-то Минской группы которая работала бы там да в этом формате то есть все-таки мне кажется что в экономической сфере в сфере урегулирования конфликтов борьбы с терроризмом и так далее возможно создание таких площадок и об этом в книге говорится кстати на которой можно пытаться работать можно пытаться сохранять и даже немного расширять какие-то сферы общих интересов другое дело мне кажется что чрезвычайно трудно полагать что в результате такого рода действий можно ожидать прекращения нынешнего состояния выхода из состояния вот этого противостояния в состояние взаимосотрудничества для этого нужно нечто другое нечто применяемое на глобальном на глобальном уровне на уровне именно ну вот востока и запада или там евразийского союза и европейского союза что чрезвычайно сложно последнее что если вы мне позволите я сказал бы это мое отношение вот к этой вот ситуации вообще которые сейчас вот переход от биполярности к многополярности следствием чего являются все те проблемы которые мы имеем мы все после каждой очень серьезной сначала европейской в истории войны общеевропейской а потом общебировой когда мир вошел в 20 век обычно был какой-то условно-венский конгресс на котором обсуждались и принимались решения о том как теперь жить это был Вестфальский после 30-летней войны настоящий венский после наполеоновских войн Версаль после первой мировой войны Ялта после второй мировой войны и так далее то есть вот собирались и основные представители основных держав тогдашнего мира и решали по каким правилам мы будем жить дальше вот холодная война закончилась а венского конгресса не было вот мне кажется что он вот прямо сейчас идиот что то в чем мы живем это такой протяженный венский конгресс в рамках которого нужно выработать правила взаимодействия между вот новыми игроками потому что мир на самом деле после распада Советского Союза новый это не нечто новое это уже достаточно старое прошло порядка 30 лет или там около 30 лет и вот выработка этих правил это дело конечно крупных игроков и для того чтобы это делалось нужна воля а я очень боюсь что воли воли не особо есть и что сценарии которые предлагаются коллегами сценарии которые предлагаются учеными блестящие прекрасные очень хорошие честное слово не просто комплимент делаю но они не могут сработать сами по себе потому что вопрос это не в том что кто-то принесет хороший сценарий а вопрос в том возьмут ли политики этот сценарий есть ли у них нужда на то чтобы эту ситуацию менять по-моему и на западе очень многие политики не буду показывать пальцем достаточно комфортно себя чувствуют в состоянии инклюзивности и в России то же самое а страдают как я уже сказал в начале все мои находящиеся между и на этом позвольте мне остановиться если вдруг будут вопросы с удовольствием отвечу Александр Маткович спасибо огромное я думаю что ваши замечания мысли очень обогатили нашу нашу дискуссию и безусловно я думаю что и Сэм и Юлия обязательно еще вернутся к вашим комментариям в том числе относительно вот этой мысли по поводу несостоявшегося Венского Конгресса который может еще должен состояться но я думаю вот первый такой очень позитивный и важный импульс с точки зрения дискуссии был задан Александром Максовичем я сейчас тогда хотел бы перейти уже в аудиторию и попросить коллег которые пришли к нам на нашу дискуссию высказать свои мысли свою критику или задать какие-то вопросы если они у них есть пожалуйста Вардомский Леонид институт экономики РАН у меня такой вопрос в конечном итоге в подоплеке как многие утверждают лежит экономика нынешней ситуации политической а именно борьба за рынки и вот те геополитические страсти так сказать обвинения борьба за влияние за передел там за это в конечном итоге отражение стран крупных конечно сохранить или расширить зону своего влияния экономического потому что Китай всех вытесняет с рынков вот процесс ну идет он видимо такой необратимый его трудно вспять повернуть вот и люди начинают в развитых странах хуже жить голосуют и так вот надо найти виновного кто виноват в этом и в конечном итоге но законы капитализма никто не отменял все будут воевать за место над подсолнцем за место на рынке пытаться его расширить когда это все одновременно этим занимаются неизбежно столкновение ну форматы этих столкновений разные как можно вот решить эту проблему я имею ввиду вот интеграцию интеграции вот эти новые идеи общественные там и прочее иначе посмотреть начать договариваться когда вот эта первооснова она наоборот обостряется как вот вот вы в своей книге я просто не читал не знаю может быть это там описана эта ситуация то есть надо что снова к социализму нам переходить вот потому что это новый капитализм он предполагает конкуренцию но конкуренция бывает разной правильной неправильной вот так что тут вот мне кажется это замкнутый круг не решив вот эту главную проблему как развиваться неконфликтно в условиях рынка вот невозможно вот строить такие гипотезы концепции спасибо я думаю спасибо большое за этот вопрос очень правильный мне кажется и в какой-то степени я думаю можно его обозначить как справедливую критику нашей книги да потому что действительно помимо вот того контекста который есть который региональный да отношения между Россией и Европой есть нечто большее которое во многом действительно определяет зачастую динамику в регионе я думаю что если где-то мы касались в книге этих аспектов наверное не глубоко и не так детально с моей точки зрения если смотреть более широко и скажем вот вы упомянули Китай все-таки наш настрой настрой авторов книги заключается в том чтобы в этом на этом поле конкуренции такой достаточно жесткой иногда жестокой все-таки искать форматы новые форматы находить новые форматы сотрудничества и здесь Китай с одной стороны безусловно он генератор такой дополнительной конкуренции и это дает свои определенные последствия в том числе в регионе который мы обсуждаем но это может быть определенная возможность да и вот когда мы обсуждали опять-таки проблематику регионального сотрудничества одна из тем которые мы обсуждали это была тема пояса и пути и того что может быть в рамках более таких глобальных проектов которые сейчас выстраивает Китай можно найти новые форматы в которых евразийская страна начинает более активно взаимодействовать с европейской при выстраивании вот этих мостов инфраструктурных каналов между Западом и Востоком в рамках Валдайского клуба здесь у нас рождалась еще одна идея которая вот сейчас нами обсуждается это в рамках двадцатки создать региональную двадцатку которая бы объединяла региональные интеграционные группировки стран двадцатки и в такого рода формате скажем уже на глобальном уровне евразийский экономический союз начинает на достаточно высоком уровне взаимодействовать с европейским союзом то есть здесь мне кажется действительно с нашей стороны идет попытка просто найти какие-то вот эти новые форматы и их предложить политикам в надежде на то что все-таки наверное как-то с течением времени будут складываться условия для того чтобы они могли ими воспользоваться я не знаю есть какие-то еще у нас да Юля пожалуйста действительно вопрос очень важный спасибо большое я бы не сказала что мы действительно эту тему раскрыли но с точки зрения России мы постоянно призываем к честной конкуренции мы понимаем что мы не можем вообще не участвовать в этой конкуренции мы хотим поэтому честные правила то есть получается что мы воспринимаем что сейчас эти правила нечестные в чем же они тогда нечестные если вроде как у нас свободный рынок то есть получается что некоторые государства группа государств имеют какие-то конкурентные преимущества почему наверно потому что они раньше зашли на этот рынок модели интеграции моделей национального развития и у них есть вот это вот фора который нету россии и евразийских государств и получается что как раз вот этот новый концерт или что что мы будем в результате наших переговоров получать это попытка обнулить правила конкуренции вот мы все сейчас заходим на этот рынок заново и давайте изобретем правила по которым мы все будем конкурировать на основе справедливых правил да в этом суть интеграции интеграции и в целом конечно для многих стран может быть идея в одну не прям таки возврата к социализму но все равно какого-то определенного государственного контроля над экономикой по-прежнему выглядит привлекательной потому что я буквально только в пятницу была на конференции в сербе которая организовывала китайское посольство по поводу как раз проекта пояс и пути и соответственно формат 16 плюс 1 и и некоторые представители сербии как раз жалуют что вот если строить инфраструктуру вот европейский союз все совсем зарегулировал а вот мы тут в сербии то можем быстро построить какие-то проекты и там и железными дорогами проще а вот так вот как было бы хорошо если можно было проще все эти вопросы решать то есть ну и кстати говоря в рамках проекта мы тоже дискутировали они на дали серби в этот список стран между блоками включать но все-таки не стали но тем не менее проблем актуальны и интересно даже в плане в образовательном плане сейчас у меня почти все студенты спиранты пишут на темы что там что-нибудь сотрудничество или соперничество то есть мы уходим от категории конфликт категории соперничество и сотрудничество вот соперничество это плохо или хорошо наверное это хорошо тогда нам нужно тоже переосмыслить это соперничество как мы будем продавать то есть вот в концептуальном плане плане такой выход опять-то на соцсоревнования выходим да только назвать его как-то по-другому и тогда уж провозглашать что это действительно соревнования модели не одна идеальная модель западная которая должна распространяться есть некое соревнование все имеют равное право на участие в этом соревновании кто уж там добежит победит это другой вопрос ну давайте хотя бы честно бежать рядом я бы поспорил немножко с тезисом центральности или первоочереденности экономики в данном плане даже в вашей главе вы пишете что в данном случае экономика стала как бы не является первой причиной а как раз геополитические разногласия оказывает влияние на экономику и это с одной стороны фактическая сторона что экономика здесь не не двигала не было главной двигающей силы противостояния с одной стороны с другой стороны сам регион если взять шесть стран довольно таки периферий нас с точки зрения глобальной экономики это не центр экономического роста или капиталовложения ну как бы это просто факт я исключаю тут сопредельные экономически большие игроки а именно по поводу шести стран я тоже хотел откликнуть ответить на некоторый момент на два момента который понял поднял александр в его очень интересных комментариях по поводу политической воли и особо на ее отсутствие конечно нельзя поспорить с тем что она отсутствует но мы исходим из того что одна из причин почему она отсутствует это потому что политики не понимают как выглядит альтернатива к статус-квоу то есть все мы понимаем прекрасно что такое статус-квоу что мы имеем сегодня но как можно как выглядит альтернатива по моему такое представление у действующих политиков нет и поэтому такие ислывания такие доклады очень важны чтобы дать какой-то интеллектуальной интеллектуальную альтернативу чтобы построить все таки даже если только в головах и на бумаге как выглядит возможный другой вариант и поэтому это может способствовать появление политической воли хотя конечно в крупном плане появление политической воли зависит от очень много факторов это только один и тормом нет это по поводу конечной цели если нашей то как бы тех мер которые мы мы с своими двумя авторами предлагаем нашей части книги это не конец не возвращение к тем прекрасным или непрекрасным если кому как временам до начала украинского кризиса четырнадцатого года или даже раньше мы понимаем что во первых это как бы нереально и во вторых что будет элемент это соперничество навсегда или как бы в ближайшей перспективе и его его мы будем жить с этим элементом со соперничеством но то что мы имеем сейчас это отсутствие стабильности и то есть это то что мы предлагаем это путь к стабилизации соперничества к структуризации его они к и его отмене или к снятию соперничества с повестки дня по последней фразе действительно ведь с бсе потом оба си это способ институционализации конфликта по большому счету вот любые контакты между организациями в какой-то степени могли бы тоже институционализировать этот конфликт от соперничества и привести его в рамках какого-то соревнований по большому счету это идея демократии вообще у нас есть институты соревнования происходит в рамках институтов то что предлагает россия должно по идее западу нравится смотрите мы взяли вашу демократическую идею по поводу соревнований внутри институтов только вместо внутренних игроков предлагаем региональной организации что вам не нравится ну тут запад начинает свои аргументы привать но тем не менее мне кажется это таким образом выглядит а по поводу большой сделки потенциальной большой сделки между элитами в принципе для россии это это способ привычный знакомый этот способ который работает особенно в россии внутри россии мы часто используем этот подход вопрос том а настал ли нужный момент для этой большой сделки западу нужно будет эту большую сделку оправдать перед своими обществами о чем собственно сам тоже своей части с авторами пишет что это сложное мероприятие россия насколько мы сейчас находимся своей лучшей форме так сказать для заключения сделки что мы можем предложить поэтому собственные лидеры выбирают статус-кво потому что ни то ни другой стране именно сейчас эту большую сделку заключать наверное выгодно при том что сам механизм работает и он мог бы служить выходом а дальше уже все эти прекрасные предложения либеральные которые мы высказываем могли бы сработать как уже последствия принятые какой-то большой сделки александр максович вот вопрос который прозвучал мне кажется во многом созвучен вашим тезисом в том числе вот вашему тезису относительно необходимости или возможности конгресса может быть если все таки вернуться к этому вопросу кратко его обозначить это конгресс который европейский конгресс или это нечто более общее это что-то что должно определять глобальные правила игры в более глобальном плане я если позволить это двумя словами потому что говорилось а потом вернусь к конгрессу я согласен со всем что говорился да конечно наше дело работать наше дело дело ученых предлагать варианты в том числе такие которые политики не знают не видят не понимают я с достаточным скептицизмом отношусь к желанию и умению политиков читать книжки а и прислушиваться к мнению специалистов у меня не самый хороший опыт мне кажется в этом смысле у всех у нас не только не у меня но но тем не менее это это конечно же надо делать кроме того но несомненно это разговор о том чтобы институционализировать ту ситуацию которая и зафиксировать ее тут совершенно никаких противоречий нет из тех что говорила юлия я тоже в общем и целом согласен по поводу экономики и политики вы знаете мне кажется наоборот мне кажется что ситуация обстоит не таким образом что россия и европа дерутся со страшной силой чтобы получить такую отличную штуку как армянская экономика мне кажется что проблема совсем в другом что экономика может приносить в жертву геополитическому противостоянию мне кажется что экономики этих стран которые мы рассматриваем это не самые крупные не самые вкусные не самые такие жирные экономики мира и сражение за них это не сражение за рынок грузии там или я не знаю азербайджана а или даже украины а это в конечном итоге политическое противостояние которое отражается в экономике да простит меня ярослав может быть вам не говорит профессиональный шовинизм но мне кажется что в этом вот в этом противостоянии первично именно политика а не экономика экономики приносится в жертву политики второе это фора юля фора то у русских фора не у запада нормальный потребитель по крайней мере до старше 25 лет он что такое самарский шоколад знает а что такой леонидос не очень он что такое столичная водка знает а что такое коскин горло пока не очень он ну и так далее да то есть тут то ведь была эта интегрированность это тебе не европа в которой все это работает уже полвека и до той степени интегрированности который у нас было 30 лет они не дошли и наверное не дойдут никогда тут была просто единая страна от владения языком культурных кодов типу я не знаю зданий структуре образования и так далее и так далее вот эта фора которая была она была у россии а не у запада и россия ее проигрывает тоже не дадут мне соврать соврать экспорт россии в армению это в основном газ а а если вы пройдете по супермаркетам здесь да и в тбилиси я бываю да и в киеве там и там где угодно вы собственно российских товаров увидели давно увидите довольно мало и это вот эта самая борьба в которой как раз вот эта фора она проигрывается опять же мне кажется что ситуация наоборот что же касается венского конгресса ну в кавычках конечно да а вы знаете во первых я не думаю что венский конгресс может быть в таком виде что вот кто-то прочтет чара по никитину и и лесоволика и и все поймет и соберет венский конгресс и и все мерки ли трампы туда приедут и все решат нет то что сейчас происходит и холодная война была война необычной и и и и венский конгресс необычный он происходит протяженным во времени видом вот украинские события крым там я не знаю российско-грузинская война вот это все карабахский конгресс это все части вот этого венского конгресса он не произойдет до момента он происходит растянутого во времени в том то и проблема и если говорить об участниках ну конечно европа конечно соединенные что проблема региональная она не глобальная это проблема нашей части мира большой но но нашей она не касается всего мира как это было во время существования советского союза когда противоречия были когда любое в мире противоречие превращалось противоречие двух сверхдержав будь то ангола эфиопия палестина израиль и так далее никарагуа и так далее сейчас не так это проблема нашей части мира тут участвует европа тут участвует америка которая является региональной державой в любом регионе мира просто по своей структуре да и все больше и больше китай вот пояс путь вот этот он все более и более становится видимым уже смотря из нашего региона вот этого между западом и востоком мне кажется это будет менять ситуацию вообще мне кажется что выход из этой ситуации будет найден именно на цепя цепочках то есть конструкциях которых будет участвовать предположим и китай и иран и россия и там ездят друзья армения и и украина и и балканские страны и так далее вот большее количество игроков включаемых в проблематику каждого региона по отдельности она будет приводить к выработке правил игры но правила игры конечно же должны вырабатывать прежде всего мне кажется ну вот мы в бывшем ссср европейский союз и соединенные штаты америка америки на сегодняшний день совсем больше мы больше видимо который будет происходить приходом китая который ну вот что такое один пояс один путь да это способ или инструментализация понимания китаем своих интересов как глобальных которых не было раньше а теперь вот они они приходят и он будет вступать в игру и вот примерно это количество игроков будут определять вот этот венский как раз как мне кажется спасибо большое александр максович реакция со стороны наших спикеров я просто хотел добавить что не надо даже в девятнадцатый век поискать примеры такого события в нашей главе мы описываем истории со времен холодной войны которые очень напоминает тот процесс который мы предлагаем это и австрийский государственный договоре трехсторонное соглашение по берлину и связанные с ними инициативы в отношении германского вопроса и хелстинские соглашения то есть были даже по время жесткого противостояния соглашение которые а привели к укреплению стабильности и б помогли отдельным странам избежать наиболее разрушительных последствий соперничества великих держав то есть и и несмотря на то что заключили все эти соглашения противники такой глобальной холодной войне что все равно ценность данных соглашения для отдельных стран и в региональному регионального порядка было неоспоримое спасибо за комментарий но я не думаю что у нас с профессором основная нам действительно какие-то концептуальные различия я принимаю ваши комментарии критик мне кажется просто я немножко о другом говорила полностью согласна что получается что снг это очень успешный пример и модель дезинтеграции но неуспешная модель интеграции действительно так но я сторонница того чтобы ответственность распределять равномерно тут не только на россии виновата в том что у нас не сложилось интеграция в том виде в котором наверное она задумалась начале 90-х годов наверно в какой-то степени это ответственность всех бывших союзных республик которые пошли немножко другим путем и хотели больше этой самостоятельности когда я говорила про конкуренцию и про фору я имела ввиду именно модель рыночной экономики как раз способность западных компаний продвигать и рекламировать себя скупать все эти национальные бренды и выпускать их на заводах принадлежащих крупным западным корпорациям поэтому здесь к сожалению нам нужно наверно тут коллективную ответственность принять и и во многом государство евразии смотрят на россию и ждут что она покажет что делать как развиваться и это и хорошо и плохо потому что мне кажется что вот этот поиск модели должен все таки как-то в коллективном формате осуществляться именно путем сравнения наших национальных моделей может быть вот это вот та сфера которая не настолько хорошо изучена в том числе и в россии мы все больше как-то изучаем модели опять же скорее западная все что касается по советского пространства у нас разумеется есть целая сфера в разных институтах те кто эти вопросы анализирует но тем не менее мы предпочитаем все равно сравнивать это с каким-то идеальным примером или со странами запада а если сравнить друг с другом и понять что у одних одно получилось в каком-то евразийском государстве других другой вот эти реальные практики каждодневные которые где-то лучше работают где-то хуже и хорошо было бы мне кажется в этом направлении продолжить нам взаимодействие спасибо у нас есть еще один вопрос со стороны джеффа шуберта джев шуберта довольно простой вопрос если возникнет какой-то новый венский конгресс в новой форме там россия будет как россия выступать как страна россия или россия там будет как представители евразийского экономического союза потому что например здесь шанханская организация сотрудничества там россия всегда хотела чтобы подчеркивались идеи евразийского экономического сотрудничества а не и в одном пусть одном пути россия также предпочитает участвовать скорее не как страна как представитель организации россия пытается на двух сразу стульях сидеть на двух лошадях проехаться что важнее отвечу что абсолютно вы правы то что действительно мы видим что экономические альянсы россия выстраивает на основе платформы евразийского экономического союза и сейчас десятки стран изъявили желание заключить экономическое соглашение в том числе формате зоны свободной торговли с евразийским экономическим союзом я думаю для россии привлекательность такого рода формата заключается в том числе в том что с одной стороны это более емкий рынок то есть помимо россии здесь есть и достаточно весомые страны такие как казахстан но с другой стороны это и позиционирование россии как определенная такая входная точка в регион более масштабный регион евразийский и возможность получить дополнительные если хотите возможность преимущество от взаимодействия экономического взаимодействия с россией за счет экономического сотрудничества с партнерами россии по евразийскому экономическому союзу в каком формате россия захочет выступать вот в такого рода гипотетическом венском конгрессе о котором мы говорим я думаю отчасти наверное будет в том числе зависеть и от проблематики тематики этого конгресса если там она большей степени будет в том числе предполагать и обсуждение интеграционных вопросов возможно что тогда здесь больше возможностей для формата совместного с евразийским экономическим союзом если это в большей степени чисто политические вопросы наверное скорее россия будет одна выступать как один из тяжеловесов которых говорил александр максович какие-то дополнения здесь нет какие-то еще вопросы со стороны нашей аудитории если нет то я хотел бы всех поблагодарить за участие и поговорить наших спикеров с авторов и конечно александра максовича который задал такой и темпы и интересность нашей дискуссии спасибо большое александр максович спасибо всем участникам дискуссии